Как я уже сказал, Спартак на второй строчке с 19 набранными очками. Алмаз Антей на пятом месте в двух очках от Спартака после восьми туров. Лидирует, я напомню, Краснодар с одним набранным баллом. Поехали! Неточный удар. Ну да. Верхней девяткой. Рыков абсолютно никем не прикрыт. Здесь мяч тащил, тащил. Нашел Житникова. Да, это было опасно, это было близко. Одиннадцатый номер Алмаз Антей. Артем Егоров. Смотрите, какой пас через все поле. Проходит мяч, и Джураев вылетел тут как на пожар. Напомнило момент из матча. Да, Алмаз Антей пока что владеет преимуществом. Территориальным бил поворотом Дмитрий Парусов. Из игроков Алмаз Антей будет угловой. Да, был рикошетик. Свернул мяч в руки Константин Захаров. Рыков здесь классно ушел от Ловчева. Навес и... Ну мяч так скакнул, да, неудобно. Всегда здесь для Рыкова. Рыков! Рыков! Прострел, Тульваров! Ну вот скамейка Спартака просит, чтобы Рыков сделал в ситуации прострел. Ну вот на кого, с другой стороны. Сейчас мы смотрим. Ну так штуки четыре я точно вспомню сходу. Это, конечно, здорово с точки зрения игры Джураева. Но с точки зрения оборонительных действий Спартака, конечно, вызывает некоторые опасения. Много рыков сегодня оказывается на ударных позициях. Сейчас сам себе ее придумал, пробил, но точно, что удара не хватило. Классный пасад до Бородицкого. Бежал там Войков параллельным курсом, но Житников выбрал иное продолжение. Не стал простреливать, все равно бы не дали. Мусалыга проверил каркас ворот на прочность. Ну, каркас выдержал. Был неплохо здесь. На грани офсайда Житников открылся. И Камельков как классно ворвался в штрафную площадь. Парусов опасно может быть. И в атаке Алмаз-Анте забивают. Вот это да, вот это проход удался сейчас у футболиста петербургской команды. И петербуржцы впереди. Давайте смотреть, как это было. Передача вроде бы тут ничто не предвещало беды, что называется. Хотя и неплохо, что удары пошли. Здесь здорово. Сеночка сыграли. Добородицкий и Мусалыга. Ну и дальше удар прямо в руки. Галки первого. Что же с реализацией сегодня у Спартака? Классно разыграли. Классно сначала накрыли, но и удар в считанных сантиметрах от штанги. Не сильным получается этот удар. Ну тут и не было, пожалуй, другого решения. Не попадая от слета. Это было опасно. Ну и это тоже было опасно. Здесь несколько опасных подряд моментов. Я не знаю, кстати, контролировал. Но неплохая была комбинация двух высших на замену футболистов. Просил здесь Житников передачу. Не знаю, насколько стоило отдавать Житников. По сути, один на один выходит. Как же так? Да, отбор был классный. Вот Долбиева и Рыков не оценил просто. Не таилась в себе угроза. Там, в принципе, Муродов неплохо забегал, но решил. Ну, понятно, сваливает уже Спартака на эти дальние удары, потому что очень большая плотность. При входе в штрафную, штрафную именно мяч довести практически. Не удавалось сегодня Спартаку. Фатеев. Подача в штрафную площадь. Где мяч? Мяч мечется по штрафной. Джураев тут вступил в борьбу. И в итоге мяч выносится. И звучит финальный свисток.